попали тут маленько тихо 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 давай руку быстрее все переоделись сейчас взял с собой на всякий случай митовый искатель вот сам взял ружье может кого-нибудь подстрелим если кто нападать будет топали ребята смотрите как в крест просто врос линда 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 сейчас идем девочка сейчас идем все приехали ну да ну здорово бродяги любители активного отдыха как вы уже видите сегодня со мной идет стас лаечка наша линда в общем друзья докуда смогли доехали на на уазике вот дальше рисковать не стали потому что выпало ребят как вы видите достаточно много снега и дорога убитая в общем лужи глина вот и рисковать поэтому на уазике не стали в общем дальше идем пешком вы просили ребят зиму сибирскую вот он зимний поход начался в общем идем где-то приблизительно на неделю может быть больше и еще друзья хотели пойти 9 числа как я писал в сообществе вот но решили идти все-таки восьмого вот потому что неизвестно что будет ночью сколько выпадет за ночь снега до главное нам добраться сегодня вышли мы в два часа дня вот время уже третий час идем в общем под снегом не видать ни ям не глины идем скользим буксуем стас он еще с ружьем идет линдочка довольная бегать на свободу вырвалась а то все сидела в вольере своем на охоту выйти сейчас он мышку и двигать вот такая вот дорога ребята по полностью размешан идти нам где-то около часа ищу даже может чуть-чуть больше 1 2 потом туда наход и встретимся вот на этой дороге ничего себе так нам лучше тогда скоротить путь да так решили в общем скоротить маленько путь не пойдем мы в эту гору линда 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 да 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 там про промеж кедров и в гору подъемчик ну вот то что вы и просили ребят ну такой вот у нас уже выпал снег первый снег у нас выпал где-то в начале октября но это он выпал в шерегеше где-то а потом уже 5 октября 5 октября у нас пошел снег да чё-то он не тает суши да смотри тут вот интересно такая местность березы стали болоте все уже съела мышку съела мышку и даже мостик через каутрик ручей провожили а это наверно эти квадроциклы провожили мостик скорее всего кедры это молодые кедры вот в такой в красоте мы живем в сибири где почти месяцев 67 зима остальное весна лето практически нет останавливаемся на отдых на привал вниз раньше дорога была по нему ну по военному как советской я тоже кстати все обычно закачиваю советские военные карты вот сейчас даже посмотрим где мы находимся а ну вот получается бы нет еще не поймал потому что мы можем внизе не находимся из-за этого спутников ну во всем вот это вот и должна находиться до лес участок каутрик но вот здесь вот получается до зона было раньше а идем отсюда вот а идем вот выходе раз раз в лаза сну а там вверх потом малая жуанов когда или до малая жуановка тут агрок был в азасе муж завтра там сходим сегодня то мы не успеем уже сходить но завтра полазаться погуляем посмотрим вот у нас опять пошел снежок вот были опять вот они уже все морозом ударила замерзли пошли вот такая вот ребята у нас и себе не знаешь когда снег выпадет вот она зимняя сказка прелесть какая заметает зима заметает потихонечку снег мелкий сыпет так прошли по гриве сейчас нам остается небольшой один подъемчик вот это и там за ним уже будет спуск спуск это чего уже получается там уже казах сюда должен быть но там уже спуск поселку азас в общем это войну был поселок в общем стояли зоны кладбище в общем это все покажем позже еще не дошли остановились на второй привал в общем идешь забиваются ноги просто ляжки сейчас не знаю сейчас как будем сгореть спускаться или лететь щенком то конечно собака в лес ну все остается у нас заключительный спуск крутой такой спуск у нас сейчас она сейчас ждет я говорю ребят не знаю как я буду спускаться видать шерегеш вообще-то вон в этом в тумане в каком-то снегу стоит весь не держит просто кубарин хоть иди лети отсюда калинку покушай она уже замерзла суши нашли вот такую кулему на соболь то есть соболь идет по нижней жерди получается да вот здесь и она его тут ставится такая отмычка по моему должна быть и когда падает она росла ну хоть закрытый дает а тут капкан по моему вешается нет просто палками палками мы кстати из зимы пришли в какую-то осень здесь снега вообще мало а за основ уже поселок бывший да тут прям снега вообще даже на елках нет снега такое ощущение что тут вообще снега не было в общем два часа мы где-то в пути сейчас посмотрю так время половина пятого в 2 вышли это чё получается да два с половиной часа деревья ракушки видать у самого последнего на недалеко шерегеша дорога он здесь он стас говорит что-то наподобие дома стоит или дом стоял мог кровати советских еще времен такие вот уже в дерево вросли проросло уже дерево да вон печка лежит старая тоже советских времен вот он это видать ножки добыли или отопление видать муж паровое как или раньше парового не знаю раньше видать не был а ну да это отопление они насквозь идут более какое железо да раньше делали смотри толстенная просто кузницы наверно но да 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 видать на кузнице точно делали так ладно нам осталось вперед да тут и дать стояли дома потом все люди забросили уехали разъехались кто умер кто разъехался вот подошли к азаске спустились там он бобры кстати валят деревья свежие прям сгрызана ну вот она азаска а вот бобровая плотина а ну вот из-за этого она полноводная и стала смотри попали тут маленько тихо 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 давай руку быстрее ты как нормально все идем обратно так вот подошли к тельбису не надо засучивать стас так не знаю ребята хватит не хватит у меня сапог перебродить назад дороги нету придется идти вброд линда перенеси меня пожалуйста обалдеть короче полный ботинок и полные сапоги воды это жесть скоротать путь что у нас походу не получается сегодня скоротать путь сейчас скоро придем промысловую избу маленько осталось вот за этой горой поднялись в общем гору вот так вот выглядит местность сам поселок азас бывший вот еще маленько осталось так ну вот подошли к избушке к долгожданной банька тут верандочка печечка такая вот изба все братом подошли уже улица осенняя затопливать костер печку затопливать чё там стас нормально медведь что для аккумулятор медведь а до 12 12 полные сапоги в болоте потом в речке еще давал раз тоже надо разуться короче короче просто вода бежит вот обули сухие носки в общем штаны переодевать пока не будем стасом коле дрова уже все переодели сейчас выжим ся вам костер че горит разгорелся линда уже ищет час линдочка сейчас сварим кушать сейчас будем готовить супчик береза хорошая гречку давай когда много не будем водички сейчас мы посолим и че поставим сразу же на чай поставим не ждать чтобы не прогорели дрова зря за одно часы чай и супчик золотой гречка с тушенкой а на утро уже там супчик уже чем замутим но будет вообще классно но сегодня ребят сегодня вот такой быт у нас будет потому что мы пришли уже поздно кстати пришли мы где-то пол шестого это два вышли четыре с половиной часа у нас вышло ходу варим гречку с тушенкой да линда сейчас порезу маучок обжарим его сразу и потом в гречку его вот свет есть веранде вода веранда веранда летняя уже зима у нас чё на жирах или чё или на масле обжарим я не знаю этого это давай на жирах с тушенки конечно чем лучше тушенка лова здесь только ложечка ложечка жира а остальное короче все мясо прикинь я всегда ее беру тушенку это это не реклама кстати это скажете рекламу даем пять пакетов гречки сковородка там у нас сразу ставите а ее мешать не надо по моему пакет нет она не придает не расплавилась да она сейчас быстро сейчас засекем время минут давай еще маслечка подольем гречка почти готова у нас лучок сейчас все у нас гречка посмотрим гречка уже тоже стыла ой гречка уже по моему готова уже полный пакет искалок сковородки чтобы вытаскивать можно тушенку сейчас сразу сюда высыпать а потом это гречку наверно свет в избушку теток и засыпать высохло что нам одной банки же хватит конечно здесь не банку идти не дам дай ей да ну вообще в этот костер не порежьте смотри язык не борешь все снимаем речку ну хоть у нас снег закончился перестал уже уже падает сумерки кушать хочет линда закопать так все спускаем в общем гречку стас он за оператор работой немного ли да ты чё тоже гречку хочешь тоже гречку вот высыпаю пять пакетов что-то у нас походу на утро еще останется а утром разогреем станет это хорошо да вот такая вот у нас кашка получилась обалденная просто с лучком с кушенкой сейчас все перемешаем и пойдем обедать хотел сказать какой обед уже ужин наверно вот начался какой-то шторм что ли снег какой-то с крупой прям валит обильный ребят смотрите все белым бело обильный прям такой снегопад с крупой какой-то непонятно но мелкий мелкий смотри ну все на иноста снимаем вот и наш столик готов что линдочка будешь заходить заходить иди сходить где подарок все в общем все для ужины после таких маршрутов похождений завтра с утречка сходим на старое кладбище а там по ходу муж языков муж всех там закапывали то есть в германии прилетает ну да даже с германии офигеля же от поужинали в общем стас ушел искать с цивилизации связь тут буквально несколько метров на гору сушимся сушим вещи сейчас нас позвонит да скорее всего будем укладываться спать время у нас по 8 19 34 с утречка надо будет опять штурмовать речку тельбис и там уже пойдем поисках дичи в поисках муж металл окопа какого-нибудь взял с собой металлоискатель аську 250 угар и ребят закинул дровишек немного печку подкинем еще печку везде щель везде он дует земля там тоже дует поддувает везде в общем нормально окошечко промысловая изба в общем будем отдыхать от нашего похода сегодня укладываемся спать в общем до утра натопили избушку сушится вещи вот в общем развесили вещи свои потому что все вымокли доброе утро ну чё правда доброе утро ребят в общем что-то только-только проснулся время 9 утра стас проснулся я не знаю ты во сколько состав 7 вот стас стал 7 я что-то еще сплю до сих пор на улице был снег выпал насыпал сантиметров 5 на поселке больше снега здесь не знаю то ли климат другой теплее до южнее наверное находимся стас уже наколол дрова на рубил растопил печку разогревает нашу вчерашнюю кашу и руби дрова еще ребят забыл сказать вчера растопили печку в общем было считай как в бане но что-то ненадолго хватило до нам этого счастья в общем просыпались где-то в часа наверно в 4 утра чтобы в 3 на в 3 или 4 что-то уже не помню а в 4 но чтобы растопить печку вот потому что было холодно так правильно изба изба уже старенькая есть сколько сколько примерно лет стас ну он стас битле 20 избе разогрели к завтракать а это стаска куда котелок поставил что-то бодья какую-то большую пока я спас нас уже и позавтракал вот одному завтракать а ночью мороз то был сейчас минус полу там ноль не сейчас минус какой-то минус 5 наверное собираемся в общем одеваемся поели перекусили сейчас пойдем на старое кладбище сходим поснимаем там не поселковая поселковая но да там по ходу языки лежат тоже хоронили военно-пленных под зиму маскируется да щас поел выдвинулись знак а так вот потому перекату перед и перейти можно кстати чтобы опять не намочиться в общем выдвинулись ребят пошли в сторону кладбище вот взял с собой на всякий случай металлоискатель он со взял ружье муж кого-нибудь подстрелим если кто нападать будет переходим вот еще одна фазанда дом стоит вагончик тут где-то танкетка по моему валяется уже нету вывезли на туалет то он пристроечка небольшая типа сарая так вот интересно дрова тут уложены люди жили свое время сейчас все забросили ну дом то капитальный смотри дом вообще походу ему не дниет ничего да так он походу на фундаменте стоит какой вот дом там банька коридор на я был тут как-то снимал у меня уже кстати в фильме есть мы сейчас не стали заходить идем дальше поднялись уже подъем вот такие от открываются виды дом считай а дом на болоте же стоит или нет не на на каком-то на какой-то поляне вот сейчас еще маленькой мы на горе будет вот и первые две могилки даже крест смотри стоит а оградки нет вот такие вот ребят раньше сделали оградки туда же он видите деревья вросли просто оградки вросли в дерево а тут чего тут несколько ухоженный до соболев или что-то непонятно вообще сек и все вот так вот раньше хоронили людей ребят таким он с трубы прям делали кресты вот и вот такие таблички все можно сказать номер так вот тут крест еще один умер 5 апреля в 1 час 15 минут 53 года мордовин петр васильевич родился девятнадцатого что-то непонятно 1905 параев василий шестьдесят третьего года топали ребята смотрите как в крест просто врос тоже крест с трубы сделан там он венок даже железный есть железные венки были смотри вот вот крест и венок железный с алюминиевыми цветами смотрите оградка прутья с колючий с проволоки это вот так вот раньше было сейчас зайдем посмотрим кто это человек тут кто могилка ухоженная тут видать за несколькими на приезжают ухаживают 65 года умер